Друзья, всех приветствую на торговой сессии вторника. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш канал Amarkets, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями, не забывайте ставить лайки. Также, друзья, напоминаю, что вам доступен как потенциальный канал для подписки, канал с торговыми идеями Amarkets. Ссылку на него вы сможете увидеть в описании к этому ролику. В частности, вчера, когда я проводил свой традиционный вебинар, мы еще совместили его с тримом, который был посвящен актуальным и важнейшим фундаментальным событиям, предварительно был проведен опрос, если вы хотите принимать участие в подобного рода опросах и своего рода выступать людьми, которые делают контент. Друзья, обязательно подпишитесь и оставляйте обратную связь. Я буду вам за это крайне благодарен. Ну что ж, настроение на финансовых рынках, вы сами все прекрасно видите, исключительно оптимистичны. Мы видим, как развернулись фондовые рынки. Мы видим, как трейдеры не очень-то хотят работать с эталонными представителями защитной индустрии, но в частности с долларом. Американская валюта активно снижается. Это тот сценарий, который нами прогнозировался очень и очень давно. Я надеюсь, друзья, что вы находитесь вместе со мной в короткой позиции по индексу доллара и ждете пробоя поддержки 90 пунктов, что может произойти в самые ближайшие минуты. Что касается фундаментального фона, за которым мы следим, очень серьезное наследие прошлой недели. Я ранее в ходе прошлого брифинга комментировал, что на рынок очень сильный эффект влияние оказал последний отчет по индексу потребительских цен. И даже сейчас рынок отходит от публикации этих данных и окончательно определяется с более предпочтительным вектором для дальнейшего движения. Повторюсь, друзья, что тот рост инфляции, который был зафиксирован в США, он стал еще одним доказательством того, что восстановление американской экономики протекает нормальными темпами. То, что активизация потребительской активности, реализация отложенного спроса, все это спровоцировало локальный всплеск индекса потребительских цен. Достаточно для того, чтобы, может быть, создать какие-то нервозные настроения на финансовых рынках, но недостаточно для того, чтобы вынудить АФРС что-либо делать с денежно-кредитной политикой. Поэтому американский регулятор, который давным-давно перешел на политику инфляционного таргетирования, сейчас даже не думает о том, чтобы свернуть те стимулы, которые актуальны в моменте. Это программа количественного смягчения на 120 миллиардов долларов и низкие процентные ставки. И передумает американский регулятор удерживать такую мягкую политику только в том случае, если будут достигнуты цели не только по инфляции, когда их утвердят заново, но и по рынку труда. Я рекомендую сфокусироваться, друзья, на рынке труда и просто признать тот факт того, что на американском рынке сейчас без работы больше 8 миллионов человек. И до тех пор, пока эта проблема решена не будет, ФРС продолжит стимулировать экономику всеми имеющимися у него способами и инструментами. Та статистика слабая, которую мы разбирали в пятницу, это роничные продажи, промышленное производство, потребительские настроения. Все эти данные помогают американскому регулятору сейчас отстоять политику вертолетных денег. Это дословный перевод от цитаты с Бумбергом. Мне очень понравилась эта фраза, хотя я думаю, что она не совсем корректна. Все-таки ФРС проводит политику низких процентных ставок, но я бы не стал ручаться за то, что в самое ближайшее время действительно снова перезапустят печатный станок через новые меры экономического стимулирования программ финансовой помощи. Но, наверное, в сути дела это не меняет. Мягкая экономическая политика, она всегда должна ассоциироваться с колоссальными по объемам программы количественного смягчения и низкими процентными ставками. Вот эти вводные сейчас есть. Поэтому пока ничего этого не меняется, друзья, я думаю, что доллар будет дальше снижаться. Если вы согласны с таким подходом, то нужно ставить на наслабление американской валюты и снижение доллара ниже 90 пунктов. Золото 1868 в моменте, хай был 1873. Рост с вероятностью практически 100 процентов продолжится. Ранее я рекомендовал покупать золото, потому что снижается доходность американских облигаций, потому что снижается курс доллара, растут инфляционные риски, потому что мы видим, насколько значительным является сейчас спрос со стороны крупнейших и центральных банков, которые покупают золото, даже те, которые ранее в этих операциях замечены не были. Золото идет на отметку 1900, будет закрепляться выше. Пока индекс настроения, за которым я также рекомендую следить, свидетельствует о том, что большинство стоит все-таки вниз, двигаемся по пути наименьшего сопротивления, то есть ставим на рост. Нефть 69-68, фактически маленький шаг остается до нашей цели 70 долларов за баррель. Я думаю, что этот шаг мы сегодня, друзья, сделаем. Впереди данные от Американского института нефти по запасам, которые с большой вероятностью снова укажут на снижение запасов. Плюс ко всему на рынке реально тотальное желание рисковать, покупать все, что имеет отношение к рисковой категории инструментов. Нефть также можно покупать, только потому что снижается еще и курс доллара. Ждем 70 долларов за баррель. Евро против доллара 1.2163, здесь восстановительная динамика продолжается. Италия сегодня реализует еще один шаг по смягчению карантинных ограничений, отменит комендантский час. В 12.00 по московскому времени выйдет отчет ВВП Еврозоны. Посмотрим за цифрами. Это оценка первого квартала. Я думаю, что в основном макроэкономический фон вряд ли разочарует. Но даже если мы увидим плохие окончательные цифры, мы должны понимать, что это нормально из-за тех локдаунов, которые действовали в ведущих странах валютного блока в первом квартале. По поводу британской валюты 1.4169. Сегодня в 9.00 по московскому времени мы ждем статистику по рынку труда. Вот после того, как прогремят эти данные, я посмотрю за реакцией британской валюты. Если статистика не разочарует и фунт реально окрепнет сегодня до конца торговой сессии, завтра я прокомментирую это, то, скорее всего, друзья, будут открывать длинные позиции. Доллар канадец. Здесь еще одна суперкрутая сделка, которую мы провели. Продавали очень высоко с целями 1.20. Сейчас котировки 1.20.42. Нефть, факт ее роста, контраст монетарных политиков, Федрезервы и Банка Канады. Все это создает условия для того, чтобы пара снижалась. Остается только добить до цели 1.20. Тоже вопросы ближайших часов. Друзья, на этом, собственно, все. Спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока!